Этот дом построен относительно недавно. Он сменил аварийную двухэтажку, что раньше стояло рядом. Тогда жильцы дома радовались новоселью, но, как оказалось, преждевременно. Новое здание изобиловало строительными дефектами. К примеру, крыша у них над головой начала протекать уже через несколько месяцев после сдачи объекта. И теперь в квартире Джулеты Малсугеновой на стенах и потолке перманентная сырость и осыпающаяся штукатурка. Во время дождя тут капает не только за окном, а сразу в нескольких комнатах. Первый раз у вас когда сильно потекло? Ну, уже сколько лет эта проблема идет? Лет уже 5-6 уже идет. И каждый раз все больше, хотя мы его залили, всякими этими, ну, модников вызывали, делали. Ну, это на время как бы, да, и ты не поймешь. Эту дурку закрала, оттуда начнет какая-то дырка. Она, видимо, вода ищет, куда надо уходить, и она откуда-то течет. Вы с тазикой, наверное, даже? Да, вы не поверите, это вообще в этом году вообще кошмар был. Прямо не успевала эти ведра выносить. Причину жильцы видят в неправильно построенной крыше. Она здесь плоская. Таково было решение строителей, чтобы жители тут могли устроить зону для отдыха. А в итоге она стала местом, где постоянно скапливается вода. И хотя тут есть водоотвод, но он ситуацию не спасает. Кроме того, на кровле с каждым годом все больше трещин. Их жильцы латают самостоятельно. Сами же убирают и лужи. Вот это на моей квартире находится, когда снега много, она не успевает уходить туда. И она замерзает. И вода стоит прямо на крыше. Вот это все я сама заливала. Там она выходит на мою спальню. И в подъезд выходит, сама замазывается. Она все постоянно, каждый раз. И там, и тут вот это все. Видите? И вот это все выходит, вода выходит. Со своей проблемой жильцы обращались в разные инстанции. И в районную администрацию, и в Министерство строительства Карачаева Черкесской Республики. Но за несколько лет текущую кровлю так никто и не исправил. И тогда они решили провести независимую экспертизу. И подтвердить, что крыша действительно была построена с дефектами. Нам сделали шикарную экспертизу, но эта экспертиза ноль. На него никто внимания не обратил. А по результатам экспертизы что было? Дом аварийный. А почему вы не выберете себе управляющую компанию, которая бы занималась? Нас никто не берет. Потому что у нас такие проблемы, а кому нужны наши проблемы? А когда жильцы злопоучного дома услышали, что глава республики Рашид Тимрезов проводит очередную прямую линию с жителями Карачаева Черкесии, они решили воспользоваться возможностью и направить на программу свое обращение. Кулия Узденова из села Чапаевского унес сразу два вопроса. Первый. Летом текущего года обещали реконструировать крышу многоквартирного дома, но до сих пор нет никаких работ. Просят содействия в этом вопросе. Многоквартирный дом в Чапаевском. Ну, у нас там один многоквартирный дом. Это дом, который мы переселяли граждан из ветхого и аварийного жилья. Я сейчас обращаюсь к правительству, к министерству строительства. Обратите на это внимание. Выйдьте завтра на место, обратите внимание и примите определенные решения. Таким образом, после поручения Рашида Тимрезова были выделены средства на ремонт Кровлин. Сейчас объявлен аукцион по отбору подрядчикам, который и займется восстановительными работами. Правительство выделило деньги напрямую в поселение. Выделили деньги сегодня. Вот как раз таки попали в тот день, когда уже объявили торги. Сельское поселение объявило торги. Я думаю, в течение короткого времени крыша будет сделана. А жильцы, в свою очередь, надеются, что после ремонтно-восстановительных работ в их квартирах со стен и потолка наконец-то перестанет бежать вода.